Авраменко, Анна, пожалуйста. Здравствуйте. А что у нас тут ни водички, ничего, да? Уже скоро в горле пересохнет. Пересохнет. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Авраменко Анна. Я чуть на третьем курсе, как прерывается. И вот в продолжении вопроса хотелось бы узнать с точки зрения своей профессии. Как вы оцениваете участие СМИ в нагнетании страха на жителей ДНР, украинских, российских, западных, все они, как или иначе, принимают в этом участие. И даже самые рациональные, даже те из нас, кто учится на специальность политологов, журналистов, историков, даже некоторые из нас поддаются этому страху и панике, потому что СМИ удается их в раз вселить. Хотелось бы узнать про сними. Тут такая штука, друзья мои. Еще раз говорю, вы оказались фактически на театре военных действий. Да, это тяжелая, тяжелая ситуация. Поэтому, когда вы говорите, что СМИ пытаются нагнать на вас страха, у вас немножко смещенный фокус. СМИ не на вас страха пытаются нагнать. Вернее так, украинские СМИ пытаются нагнать страх на вас. Для чего? Для того, чтобы вы побыстрее сдались. Что касается российских СМИ, надо понимать, что это в первую очередь работа с американцами. Вот такой жесткой риторики, которую я сейчас, я, например, не слышал с советских времен. Это действительно так. Даже когда была Южная Осетия, когда был Крым, 14-й год, мы все равно в сфере риторики пытались эти углы сглаживать. Для чего это делается, друзья мои? Для того, чтобы война не началась. То есть вроде как получается, что мы в качестве побочного эффекта нагоняем страха на вас, но в итоге мы им даем понять простую вещь. Если вы дернетесь, у нас рука не дрогнет. И в итоге получается, что мы на вас страх-то нагоняем, но в итоге спасаем ваши жизни. А если бы мы сидели как цыплята, я боюсь, что уже все бы началось. Уже бы началось. И уже, так сказать, были бы и кровь, и все остальное. Потому что пошли бы они именно сюда. Насколько я понимаю, план был достаточно простой. Концентрация этих сил, они и сейчас концентрируются. Быстрый удар по Донецку в первую очередь. В течение суток, например, продвижение на максимальное расстояние, сутки-двое. Они считали, что сутки-двое Россия будет раздумывать. За это время подключается вся международная общественность и начинает давить на Россию, чтобы она не встревала в эту ситуацию. В этой ситуации они или доходят до границы, или, по крайней мере, берут на какие-то здесь части территории и начинают здесь зачищать. Все, что могут защищать. А Россия, типа, раз, остается и сидит, так сказать, на задних лапках. Вот я думаю, что план был такой. Потому что, на самом деле, ресурсы у них есть, модернизация есть, средства есть, но они все равно концентрируются на ограниченную по времени военную кампанию. Долгосрочную кампанию месяцами вести они не могут. Три-четыре недели. Интенсивных боевых действий. А дальше, ну, расчет на то, что, как бы, подтянутся, как бы, все амеры там, все эти горячие, там, литовские парни, как бы, там, поляки всевозможные, которых все шило в одном месте, они все не могут никак успокоиться. Все они про свою речь посполитую вспоминают, вспоминают. И никак не могут успокоиться. Это, между прочим, те самые люди, которые в свое время говорили, что у русских вообще не должно быть государства. Вообще не должно быть. Демократы хренера. Вот. Так вот, когда мы все это делаем, вы, как профессионалы будущие, должны понимать. Да, как побочный эффект мы запугиваем этих самых мирных жителей. Но в реальности, как это ни странно, мы делаем так, чтобы не началась та война, которая вас же всех и накроет. Вот такие дела. И в настоящей жизни приходится принимать такие решения. Во взрослой жизни приходится принимать такие решения. Иногда. Потому что, в противном случае, если бы мы демонстрировали миролюбие, если бы, например, тот же самый Путин сказал бы, мы готовы к диалогу с партнерами. А российские СМИ бы сказали, вы знаете, конечно, ситуация развивается не самым лучшим образом, однако давайте сохранить спокойствие и будем тоже, так сказать, искать диалога. Ну и все. И капец. Вы думаете, как бы с той стороны сидят люди, которые это оценят? К сожалению, нет. К сожалению, правда вот в чем. Правда-то в том, что они считаются победителями на этом историческом этапе. Я имею в виду, в первую очередь, американцев, не украинцев, которых меня искренне жаль. Потому что, ну, прямо, что касается меня, у меня в армии, когда срочно служили, у меня лучшие друзья были киевляне. В роте. Не москвичи, с которыми он призвался, а киевляне. Для меня это вот как кусок из сердца. Вот тогда, грубо говоря, это моя страна в том числе. Это мои люди, родственники и все остальное. Но надо понимать, что, к сожалению, те, кто за ними стоит, ну и многие из них, да, они разговор на равных не воспринимают. Когда вы начинаете говорить с ними на равных, я думаю, что как бы и в жизни, в жизни, так сказать, такой, надо как по барной стойке так пустить. Вот это самое. Я думаю, что и в жизни многие из вас встречались с такой гопотой, которая, грубо говоря, разговор на равных воспринимает как слабость. Ты пытаешься разговаривать с ним как с человеком, а он это воспринимает как твою слабость. Ты как бы пытаешься ему что-то объяснять, а он тебе говорит, так сказать, сейчас тебе очки разобью. Ты, как говоришь, что там говорит, он говорит, шляпа где? Пять минут, чтобы шляпа была. Я, например, на улице вырос, так как бы в такой неблагополучной семье, я все эти, так сказать, прихваты знаю как бы наизусть. К сожалению, ребята, с той стороны вот такие ковбои. Это надо понять. Мы тоже себе выдумали какого-то такого идеального западного человека, который якобы и благороднее нас, и умнее нас. А это что, история подтверждается, что ли? Посмотрите историю, так сказать, войн, оккупации, агрессии. К сожалению, попытка разговаривать с ними интеллигентным языком на равных приводит к одному, они считают это признаком вашей слабости, вашей неготовности. Надо понимать, с кем можно разговаривать по-человечески, а с кем не стоит. И поэтому в этот раз пришлось включить все, да, включить все, чтобы они поняли, да, рука не дрогнет. Но побочный, так сказать, эффект, да, многие люди как бы испугались. Но в итоге это ради этих людей и делается. Вот такие дела. Можно вопрос?